Я воспитаю программу «Точка зору» и мы сегодня встретимся с Владимиром Васильевичем Волковым на площадке, социальной площадкой Конкорде. Мы с Владимиром Васильевичем науковой площадкой по поиску моделей управления, поиску новых концепций, взаимоотношений людей. Конкордия как раз так разробляет теоретические посили. Мы давно с Вами балакали, что Вы начнете дискурс относительно изменения системы, потому что достаточно много и очень часто наши политики уже начали сказать, что ничего не будет, нужно изменять систему. И все равно, что нужно изменять систему. Что имеется на увазь? Это очень долгая разговора и дискуссионная. Я тут очень коротко хочу сказать. Декрикатес как начаток тех процессов, которые мы можем начать по изменению системы и так далее. Первое. Самое главное. Нам действительно нужно закончить радянскую владу, которая существует в Украине. Я повернусь к тому, что я постоянно говорю, что в 1991 году чему-то депутаты радянцы, которые одну ночь провели в Верховной Раде, и так далее, что они стали украинскими депутатами. Они назывались такими, но они продолжали строить радянскую владу, которая трансформировалась и называлась как угодно. И независимая Украина, и независимый рух, и соборность, и все, что угодно. Но они за инстинктом самозбережения продолжали развивать радянскую владу, но назывались украинскими депутатами. И поэтому бедкались, бедние, шукали, а где же национальная идея, а где же планы экономического развития, а где мы идем, и что мы хотим побудовать. Мы хотим побудовать Украину, как можно побудовать Украину, неукраинскими депутатами. То есть единственное, что в них выходило, хотели, да, хотели бы, а что единственное, что выходило, это сохраниться в пост-радянской модели, как радянская влада за украинским стандартом, нибудь. Потому что национальные идеи такими знайшли. А то, конечно, и не можно их найти силами радянских депутатов. У нас не будет почута, да? Нет, не может найти. Не может... Считать можно очень долго. Да, не может, не может, вибачьте меня, коза, там, народить, там, жреца. Не может это быть, не может быть априорист. Это против законной природы. Поэтому, первое, что нужно сделать для того, чтобы начать изменять систему, это нужно изменять радянских депутатов на украинских депутатов. Если бы мы остались в парламентской республике. Это не изменена выборча системы. Нет. Для того, чтобы мы подошли, хотя бы, к этому, до изменения системы, про которую говорит каждый принятие, это нужно сделать первое. Самое главное, это просто вот тут, на улице, там, за столом, дать себе... Знаете, как я говорю, я поделюсь в дзеркало и сказать себе правду. Все. Вот с этого нужно начать. Зайти и сказать себе правду. Но я говорю, что это дискуссия очень долго, и очень много есть тестов, пропозиций и так далее. А я бы начинал с очень простых вещей. Первое, самое главное, как в любом техническом завдании, нужно понимать, что мы хотим получать. Знаю, что мы хотим получать, мы тогда формуем план, как это достигнуть. И, согласно этого плану, подбираем команду. И эта команда формует какие-то практические действия. И выходим на тот стратегический план, который мы хотим достигнуть. И будь-якій пропозиции, удосконалення радянской влады через республику, через президентскую республику, через что за угодно, через відповідального громадянина, через невідповідального громадянина, через обмеження прав виборчих можливостей, комусь дати, хто платит податки, тому дати право выбора, кому півпеценарів забрати, бо нас обирають бабушки. Это все метушня. Повно, абсолютно метушня. Тобто, если мы противоположим глобализацию, которая происходит в мире, то у нас нет шляху нашего развития и на достигнение какой-то меты, такого реального находления, будем сказать, серед первых святого цивилизации. Тобто, если мы чётко отбиваемся от того, что на улице встало солнце и говорим, что у нас темно, то мы можем в темнице сидеть столько, сколько нужно. Поэтому, ухопивши глобальный тренд, который сегодня существует, существующий истебрессмент Украины может дать пропозиции по формированию каких-то моделей, на базе изменения существующей системы, дать новые модели развития этой страны. Если вы встречаете человека, которая говорит, что в мире осталась конкуренция, то нам с ними не по пути, потому что конкуренции в мире уже 5 лет нет. Если вы встречаете человека, которая разгортает концепцию о том, что существуют торговые войны, то это тоже идеология 30-40 лет назад. Это тоже человек уже застарелый, не родившись. Если вы сегодня не поддержите тренды, которые формуют какой-то глобальный процесс, единственный тренд, у вас не открыта экономика. Не открыта экономика. Вы пытаетесь сформировать какой-то украинский велосипед, пытаетесь предоставить весь мир в том, что мы настолько уникальны, что мы можем что-то выгадать, что ничего никто ни где никуда не видит. Это маніпуляция. И маніпуляция это используется. Политики очень удобно используются. И поэтому они нас возвращают в казахские часы, они нас возвращают в какие-то трипильские диваны, что украинцы таке могут сделать, что даже никому это не снилось и никогда не можно было это сделать. Я не против индивидуальности, я не против эксклюзивности. Да, действительно, потому что каждая людина, каждая нация абсолютно эксклюзивна. Но если мы не помечаем, что солнце встало и мы говорим, что темно, как бы не пекло нам очи, а мы говорим, что темно, то это дурость. По-великому руку тит дурость. Поэтому коротенько, очень коротенько и просто. И существуют глобальные проекты, мы до них долучаемся, выявляем наши конкурентные преимущества и, извините, как в шахах, обиграем тех, кто не встиг это сделать. Можете за базу потужную территорию землю, человеческий висус. Я буду. Я буду. Я буду.